Столешница акриловый камень, плюс литая мойка. Я считаю это идеальный вариант. Повторимая текстура дерева, живой край. Друзья, всем привет! С вами Константин. Давайте сегодня немножко отличимся от кухонных гарнитур. И разберем с вами не менее важную часть нашей квартиры. Это ванная комната. А в частности речь пойдет о мебели в ванной. Потому что там мы с вами проводим немало времени. И на эту мебель постоянно воздействуют негативные факторы. Такие как повышенная влажность и перепады температуры. В первой части видео я вам дам 4 совета. Которые вам помогут заказать идеальную мебель в ванной комнате. А в второй части видео я сделаю обзор. У нас в ванной установлена подвесная тумба. Наши мебели, которые мы установили в ванную комнату в частном доме. Буквально обзор на одну минуту. Как говорится по феншую. Поэтому те, кто из вас хочет заказать действительно комфортную и функциональную мебель в ванную комнату. Присаживайтесь поудобнее. Смотрите это видео до конца. И не забываем. Бам! Мой инстаграм с красивыми работами и чертежами. Этот инстаграм и этот ютуб канал поможет вам заказать красивую мебель вашей мечты. Ну все. Поехали смотреть мебель в ванную комнату. Первая важная проблема, с которой вы столкнетесь при выборе мебели в ванную. Это способ установки подвесной или напольной. То есть подвесить умывальник и всю мебель на стены с помощью специальных подвесов. Или установить на опоры и поставить на пол. Мое личное мнение. Если, друзья, вы любите эстетику, красоту и комфорт, то нужно однозначно выбирать подвесную мебель в ванную комнату. Потому что там есть основное и главное преимущество отсутствия опор внизу. Вокруг которых постоянно скапливается пыль. И неудобно убираться. Но, друзья, очень важно. Если вы такой все-таки способ предусмотрели, да, подвесной, то это нужно продумать уже на стадии ремонта. И укрепить стену, поставить закладные и так далее. Иначе вся эта мебель в ванной у вас рухнет к соседу вниз или еще того хуже вам на ноги. Подводим итог. Если у вас крепкие стены, то однозначно нужно выбирать подвесную мебель в ванной комнате. Если у вас трухлявые стены или ГВЛ, допустим, то нет вариантов напольной. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Мне очень интересно ваше мнение. Второе, очень важно, это материалы. Я очень часто слышу от клиентов, которые приходят заказывать мебель в ванную комнату, что они хотят, чтобы все было сделано из влагостойкого ДСП или МДФ. Дам вам развернутый ответ. Если в срез этих материалов попадает влага, вода, то они абсолютно все разбухают, только на разную толщину. Проводились опыты. И галса ДСП влагостойкий и обычный. Погружался на 24 часа в воду толщиной 18 мм. В результате влагостойкий ДСП увеличился на 2 мм за сутки и стал 20 мм толщиной. А обычный ДСП увеличился на 4 мм и стал 22 мм толщиной. Да, есть существенная разница в толщине разбухания, но фактически мы с вами получаем испорченные оба материала. Поэтому, друзья, при заказе мебели в ванной комнате обращаем, акцентируем свое внимание на других моментах. Первое. Все открытые спилы, где у нас видно опилки, должны быть обязательно закрымлены кромкой ПВХ или АБС. В крайнем случае, если на месте при монтаже этой мебели в ванной комнате делались какие-то выпилы по внутреннему радиусу, где невозможно обработать автоматическим кромко-мельцовочным станком эти спилы, то проследите, чтобы там был обязательно силикон. Запомните, в ванной комнате не должно быть никаких открытых спилов, где видно опилки. Второе. Идеально, конечно, если вся мебель внутри корпуса будет обработана по ПУР-технологии, то есть приклеена кромка на ПУР-клей, потому что он самый водостойкий. Но в ближайшем будущем такая технология будет мало кому предлагаться, потому что у мебельщиков нет денег на покупку такого дорогостоящего оборудования, а у потребителей нет денег на покупку такой мебели по ПУР-технологии обработанной. Но второй важный момент здесь все-таки не ПУР-технологии, а правильной конструкции тумбы. То есть боковые панели, столешницы, фасадная часть. И третье. Правила эксплуатации мебели из ДСП или МДФ. Друзья, вы мне постоянно в деле присылаете ваши фотографии разбухших корпусов. Если у вас появилась стоячая вода в корпусе, то неважно, по какой технологии обработана ваша мебель. ПУР, лазер, аэртэч, все в итоге в любом случае разбухнет, потому что вода попадет через соединение корпуса или через крепеж. Это очень важно. И это не гарантийный случай. Запомните это. Третье. Всевидимые части на вашей тумбе, да, это боковые части, и фасадная, где стекает вода, воздействует пар, должны быть сделаны из качественных, влагостойких материалов. Представьте, чтобы удобнее. Берем ручку и записываем самый топ материалов для вашей мебели в ванную комнату. Поехали. Первый наш вариант это МДФ эмаль с ручкой или без ручки. Я считаю, это идеальный вариант, причем еще и ручку можно сделать разной конфигурации. Посмотрите, как они круто смотрятся. Второй вариант акрил. Кромка Пуртехнология или АРТЭЧ. Без клеевой шов. Третий вариант Феникс НТМ. Пуртехнология или АРТЭЧ. Четвертый. Алвик. Пуртехнология. Пятое. Пластик. HPL. Пуртехнология. Шестое. Феникс НТА. Металлическая кромка, металлическая поверхность. Седьмое. Акриловое стекло. Пуртехнология или АРТЭЧ технология. Без клеевая. Вот такая красота, смотрите. Кстати, про этот фасад скоро сделаю отдельный обзор, что это закрыл ГЛЭС. ДСП. Пуртехнология или ЭВА технология. У меня, кстати, и Пур тоже сбухло. Я помню, переборщил. Вот здесь его, смотрите. После опыта. Подбухло немножко. Даже на Пур. Подходить кромку начала на Пуре. МДФ-шпон. Тоже можно применять в качестве фасада и боковой панели. Под лаком. Такая красота. И последний вариант. Кто любит классику, можно сделать фасадовый маль. Только моя рекомендация. Не сборный фасад делать, а просто на панели отфрезеровать. Классическую фрезеровку стильную, какую-то неоклассическую. И все, покрасить. Можно, у кого финансы позволяют, двухсторонний окрас сделать. Стопроцентная защита на МДФ. По поводу корпусов, друзья. Все-таки и Пур тоже разбухает. Поэтому очень важно, чтобы в вашем корпусе мебели в ванной комнате не было никакой стоячей воды. А если где-то открыты спилы, они должны быть все в силиконе. Тогда все будет отлично. Дальше поехали. Третий, наиважнейший элемент нашей мебели в ванной комнате, это столешница. Она нам позволит расширить функционал ванной комнаты и добавить туда места для хранения. То есть, можно внизу корзину установить для белья или поставить туда стиральную машинку. Но, друзья, очень важно, что к ее выбору нужно подойти с особым пристрастием. Потому что на ней, на этой столешнице, в отличие от корпуса, стоять у нас вода будет сутками. И это нормально. Поэтому присаживаемся поудобнее и смотрим самые топовые варианты столешниц для ванной комнаты. Первый, я считаю, самый идеальный вариант столешницы для нашей с вами мебели в ванной комнате, это акриловый листовой камень. Почему? Да потому что, во-первых, он абсолютно влагостойкий, а это основное требование к мебели в ванной комнате. Второе, он очень пластичный материал, и из него можно любую форму столешницы, любую конфигурацию сделать. Третье, можно делать на ней бесшовную стыковку, а это означает, будет все красиво и эстетично смотреться. Четвертое, мы можем сделать литую мойку из этого же самого материала. Он будет совпадать тон в тон со столешницей. И также мойка может быть любой конфигурации. И пятое, мы можем на эту акриловую столешницу ставить абсолютно любую мойку, хоть санфаянса или санфарфора. Вторая наша топовая столешница, это столешница из карагача. Супер! Неповторимая текстура дерева, живой край. Я про нее уже рассказывал, про эту столешницу, ссылочку внизу оставлю. Сюда можно впустить реку, да и смолы абсолютно любого цвета по центру. Какие преимущества? Абсолютная влагостойкость, да, это материал не боится влаги. И супер механическая прочность. Третий вариант, кварцевый камень, вот он. Четвертый вариант, керамика, цена как в космос слетать. Пятый вариант, натуральный камень, гранит. Шестой вариант, столешница из компакт ламината. Тоже супер, влагостойкий, любой монтаж мойки можно сделать, пожалуйста. Еще вариант, это МДФ шпанированный, бам! Вот вариант, тоже прикольно, красиво смотрится. Но я не рекомендую, если вы очень активно эксплуатируете вашу ванную комнату. У вас там дети плескаются, вода постоянно. Еще один вариант, который я не рекомендую, это, конечно же, пластик HPL. В любом случае, он у вас разбухнет, вопрос времени. Разбухание обычно происходит, где врезается мойка и где у нас пристеночный бортик идет. Вот такие дела. Четвертый важный элемент мебели нашей ванной комнаты, это фурнитура. Первый, это выдвижной ящик под умывальником. Я всегда рекомендую делать, чтобы были металлические боковины. А внутреннюю часть под коммуникацией можно оформить либо пластиковым профилем, это экономный вариант, либо с помощью системы BLOOM, с помощью системы разделителей. Сейчас я вам покажу. Вот такой эргономичный выдвижной ящик вам поможет освободить рабочую поверхность вашу. Разместить здесь губки, ферри, другую химию. Второе, обязательно нужно добавить выдвижную корзину или откидную корзину для грязного беля. И третье, ручка. Либо качественный металл, или вообще без ручек. С резерованной ручкой в торце, как я вначале показывал, да, эмаль. И третий вариант, система типон Blue Motion. Нажал, открылось все. Давайте теперь перейдем к обзору нашей мебели ванной комнаты. Он небольшой, буквально на одну минуту. Все очень компактно. Там была сделана кухня. И в этой же стилистике мебель ванной комнате. То есть один и тот же фасад. Поехали. Напомню, что это в одной стилистике сделано с кухней. И фасад здесь MDF, пластики HPR, технологии PUR. Самый водостойкий шов между кромкой и панелью из пластика. Подвесная тумба, умывальник, столешница акриловая камень, плюс летая мойка. Использовали бортик по периметру для того, чтобы вода не попадала сзади и с боков на каркасы из ДСП. Сверху фальш-панель, потому что было очень много коммуникаций, не получилось подставить выдвижной бокс. И внизу выдвижной бокс у нас с металлическими бокалинами, как я и говорил. С правой частью установлены встроенные распашные шкафы. Все идеально до потолка, от стены до стены. И внутри стиральная машина. Почему все идеально? Потому что я ездил 58 раз на замер этой тумбочки и этих шкафов. Наше видео подошло к концу. Не забываем писать в комментариях, какие вы еще знаете материалы, которые можно и нужно использовать в ванной комнате. Не забываем мой инстаграм. Бам! Ссылочка вот здесь. Вот наши красивые и стильные работы с чертежами. И много другой полезной информации, которые вам поможет заказать красивую и стильную кухню или мебель в ванную в 2020 и вообще любом году. Ну а с вами был Константин. До скорой встречи в новом познавательном видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok